Первый раз? Да. Как тебе? Канана. У пятилетнего Даниса сегодня дебют на лыжне России. Он впервые встал на лыжи, да еще и на таких массовых гонках. Мама Лейсан говорит, столько спортсменов их не испугали. Вместе со всей страной бежит их семья. У меня еще старший побежал, он уже убежал с мужем, а я уж младшего тут карауля. Наташа, вперед! Пока на стороне финиша болелись за своих и раздавались русские имена на старте, Казанскую трассу пытались преодолеть студенты-иностранцы. Студент Сайнат на лыжне России 2018 тоже впервые не испугала. Даже морозное утро. Для кого лыжня 2018 уже точно не первая, так это для руководителей столицы и республики. Они стартовали на стадионе Локомотив в поселке Юдино ровно в 11 дня. По сигналу. Старт дал Рафис Бурганов, а за первенство боролись Ревкадмини Ханов, Владимир Леонов и еще 200 руководителей. Говорят, качество трассы не подкачало, но чтобы успешно финишировать, почти каждый готовился к гонкам. Конечно, тренировался. Без тренировки никак. Трасса прекрасная, прекрасная погода. Лыжи отлично катят. Я думаю, уже на следующий год здесь будет обновленная инфраструктура. Ну а сама трасса тут исторически хороша. Она проходит в лесу. Тем более в такую погоду, отсутствие ветра. Ну, одно удовольствие – бежать. Самому старшему участнику татарстанской лыжни 92 года, а самому младшему всего три. Профессионалы и любители. Сегодня только в Казани 15 тысяч человек встали на лыжах. Конечно же, как после трассы не встать и не сфотографироваться вот так вот с лыжами, с палками и с хорошими эмоциями. Лыжня России убрал! Падали и заново вставали и не отказывались от борьбы. И челнинские лыжники. Трассу прошли больше 20 тысяч человек. Для многих лыжня России – как лекарство. Сидела бы дома, все про свою болезнь бы думала. А тут, глядишь, я с народом. Эмоции хорошие, положительные. За положительными эмоциями в Вальметьевске пришли несколько тысяч человек. Со всеми вместе и глава Айрат Хайрулин. В Ознакаево больше тысячи участников. А всего по Татарстану на лыжи встали 150 тысяч человек вместе с лыжниками по всей стране. 36-е зимние гонки уже назвали самыми массовыми. Альбина Менебаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань, Набережный Челный, Альметьевский район. Альбина Менебаева, Александр Лобанов.